В целом рядом героических эпизодов уже отметились в эти дни наши солдаты и офицеры, воюя против украинских националистов. Между тем, 22 года назад русские десантники совершили подвиг, который также вошел в историю. Речь о неравном бое 6-й роты ВДВ против банформирований во время 2-й чеченской кампании. Вечер памяти, посвященный тому событию, прошел 4 марта в ДК Пролетарка областного центра. 90 против 2,5 тысяч. Именно о таком соотношении сил пишут официальные источники, рассказывая об одной из самых мрачных страниц 2-й чеченской кампании. 29 февраля 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вступила в неравную схватку со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских и арабских боевиков в Шатуйском районе Чечни. Задача была простая, не отдать высоту 7-7-6. Неравная схватка продолжалась меньше суток. Выжить в ней удалось лишь шестерым военнослужащим. Шестерым из 90. Среди погибших двое враженцев Тверской области. Денис Требин из Конаково и Сергей Козлов из Оленина. Если бы не эти десантники, не наши ребята, не Денис Требин, не Сергей Козлов, не остальные ребята из шестероты, мы бы тоже захлебнул бы террор. Потому что тем более этой банде, Хаттаба, была поставлена задача пройти через высоту 7-6.0 и выйти к Дагестану и продвигаться на территорию России. Ребята встали грудью. Подвиг героев-десантников в этот день вспомнили десятки тверетян. Это члены патриотических организаций, действующие военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Со сцены звучали военные песни и стихотворения, объединенные темой патриотизма. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Такой лейтмотив объединял в этот день все выступления.